Закрываем, да, как обычно, все делаем там, что обычно делаем, вот, глазки свои закрываем, глазки свои закрываем, вот, да, сейчас буду тебе, буду просто благодарна, если ты включишь твои мышцы. Все, ребят, если что, если что, Кристина на связи, если что, моддеры на связи, пожалуйста, передавайте мне в дискорбе всю информацию, или в телеге, где угодно. Вообще не идет. Тест, тест, тестовый волк, нормально? О, вот так. А, хорошо. Только не подглядывай через эти глоточки. Все, все засыпают, засыпают, все спят. Все как, блядь. А как? А я четверт, почему? Ага. Сука. Угу, все спят. А там где-то так закрывает глаза, флэш закрывает глаза. Флэш, спай, спать, быстро, бим. И все спят. Просыпается Артурчик. Получает свою карту. Просыпается Артем Гипертокс. Получает свою карту. Угу. Просыпается Камик. Просыпается Паша. Угу. Просыпает. Просыпается Флэш. Угу. Просыпается Митя. Угу. Просыпается Весна. Просыпается Фил. Угу. Просыпается Ваня. Угу. Просыпается Сильвер. Угу. И просыпается Альсор. Угу. И засыпает. Все спят. Город спит. И просыпается только Мафия. Только Мафия, чтобы познакомиться. И Дон обозначь себя. Угу. Все засыпают. Засыпает. Город просыпается. Здравствуйте. Здравствуйте, город. Чтобы вам такое задать. Какую бы темку. А может быть продолжим тему с анекдотами? Да, Вань? Не, не, не. Не, не надо, не надо. Короче, давайте. Я не подготовилась немного. Давайте, Артур, с тебя начнем. Твоя минуточка. Хорошо. Ну, мне все без арпайта. Давайте я заполню время тем, что приветствую Пашу. Паша не стримил год. Паша к нам вернулся. Паша, привет. Он, в принципе, играет неплохо. Мне зрители сказали, что играет неплохо. Я у него спрашивал. Они с Камиком знакомы. Играют в 16-м году, как я помнил. Поэтому, в принципе, играть он умеет. Так у нас сегодня хороший, сильный. Ну, нет хвоста, но есть парень ничем не хуже Митя. Поэтому всем будет хорошо. Присмотрите с игроку под номером 3. Потому что, когда появилась весна, он собрался, начал потеть, начал играть. Поэтому за ним нужно следить очень внимательно. Что он может на мафии 1х8 вытащить, когда весна на столе. И, не знаю, игроку под номером 11, что он пиздит, так пиздит на мафии. Просто пиздец. Я когда был ведущим, я смотрел, просто пиздец. Он тоже 1х8 может, в принципе, спокойно выиграть. Ну, всех остальных я, в принципе, знаю. Поэтому всем удачи. Хорошей игры. Я игрок красный. Спасибо вас. Спасибо большое. Артем, теперь только 2 минуты. Ну, здравствуйте, мирный город. Начинаем сегодняшние игры. Первая будет разогревочная, так сказать. Вот. По поводу Артура. По мне очень хорошо поговорил. Это более-менее красная речь. Поэтому я с ним поиграю пока что. Посмотрим, что дедушка скажет. Что-то он приуныл, как будто притаил какой-то секретик. Может быть, черный секретик. Вот. С единичкой поиграю, как уже сказал. Ну и все. Всем удачной игры. Будем вычислять мафию. Спасибо. Спасибо большое. Камик, давай минуточку. Окей. Окей. Как вы говорите, чатик у меня. Окей. Вот так вот говорю. Да. Присоединюсь к словам Артура. Да, действительно, в Пашган нам играли года 3, наверное. 4 назад. Тогда очень, ну, типа, просто марафоны по мафии были. С Корбаном так же самое, да, мы тогда играли. Вот. Так что понимает и знает, как играть. Окей. Давайте по столу. Да. Аутер. Ну, ладно. Я не буду про него ничего говорить. 1 и 2 поговорили хорошо. Красная. Артура читаю по эмоционалу. Да. У него красная речь. Не нервничает. Все отлично. С ним играю железно. И двоечка берет его в команду. Мне нравится. Вот двоечка тоже хорошо поговорила. Между 1, 2, 3 и черных игроков нет. Я вас уверяю. Не знаю. 1, 2 играю. Спасибо, Паша. Ага. Спасибо большое. Паша, твоя минута. Так. Ну, еще раз всем привет. Да, я продолжу паровоз по поводу истории из 2016 года. Я просто вспоминаю. Это был сайт Enet Mafia. И мы все были с ужасными микрофонами. С этими полувебками. Там чуваки иногда сидели. Там, ну, просто левые. Они не стримеры были. У них просто полная темнота. Ничего, ни света нет. Их вообще не видно. И, типа, у них что-то пердит микрофон. И ты все это слушаешь. Ужасно было играть. Сейчас мы сидим с хорошими качественными камерами. С хорошим микрофоном. И так вдвойне приятнее играть. Вот. Я вообще в Mafia сколько, получается, 8 месяцев вообще не играл. Вот. Буду потихоньку втягиваться в игру. Вот. Буду руинить. Буду волноваться. Это нормально. Вот. С первым игроком я не играю. Второе очень странно, потому что играет с первым игроком. Мне это вообще не нравится. Вот. Третий поговорил плюс-минус. На серую карту. Спасибо. Пас. Алло. Тань. Ты залипла? А, так я говорила, флеш, твоя минуточка. Извините, пожалуйста. Когда порча появляется в кадре, просто с женщинами такое бывает. Это нормально. Ты просто еще... Вы не располагаете, как я, такими данными. Так, тихо. Флеш, твоя минуточка пошла заново. Спасибо большое. Мне не нравится игрок номер три вообще. Я почти уверен, что среди один-три есть черный. Я не играю с один и не играю с три. Я играю с два и считаю, что он красный, несмотря на то, что его позиция неправильная. Один. Я думаю, два. Самый красный игрок из верхней четверки. На втором месте для меня Паша. Я бы Пашу хотел подозревать, но у Паши слишком хорошая позиция по столу. То, что он не хочет играть с тройкой этой. Я не помню, Паша, я забыл, ты, ну, как бы, типа, отметил ли ты, что два самые красные из них или нет. Но в любом случае я с тобой не играю, потому что ты для меня подозрительный, но мне твоя позиция нравится. Краснота игроков сверху вниз, два самые красные, потом четыре, потом один, потом три. Ну, двойка сейчас за параной, что я к нему в вену лезу, двойка, я тебя выкину из команды, если ты будешь что-то делать. Играю с игроком только два, позиции мне его не нравятся. Один вкидывает три и одиннадцать, тройка вкидывает только про одиннадцать. Алсер, а, ну ладно, мне не нравится это вообще. Что алсер, при чем-то алсер? Ну, типа, зачем вы вкидываете в одиннадцать заранее? Один про три понятно, они друзья. Один часто вкидывает на красном и на черном. Кстати, на черном более охотно. Он говорит, этот там, мой знакомый, вот так-то говорит. Спасибо, Флэш. И, Митя, твоя минуточка. Ага, сначала озвучили тему представления анекдоты, я сразу вспомнил анекдот про себя. Когда человек на зону приходит, мужик, и чуваки сидят, как обычно, и один говорит, один. И все такие аплодисменты ржут. Потом говорит, пять. Все опять просто на полу прямо. Он говорит, что происходит-то? Он говорит, ну мы вот так часто рассказываем анекдоты, что просто номера называем и все. Он говорит, ну ладно, давайте я попробую. Два. Тишина. Восемь. Тишина. Так он говорит, так этому талант надо, блин, иметь, чтобы анекдоты рассказывать. Вот чисто анекдот про меня. Собственно, я поиграю с Пашганом, не понимая позицию Flash and the Night, потому что... Первый, потому что ко всем вену лес абсолютно. И поэтому я поиграю с Пашганом. Я тоже не понимаю, почему второй для тебя самый красный, если он играет с первым. Для меня первый очень плохо поговорил. Камика я прослушал. Что-то я задумался на секунду. Поэтому тут ничего сказать не могу. В общем, мне не нравится, как Flash собирается писать... Ой, не хочет играть с Пашганом, но позиция его нравится. А почему тебе Пашган не нравится? У него эмоционал был офигенный, когда он начал свою минуту про инет-мафию. Поэтому только с четверкой пока играю. Спасибо, Митя. Весна, твоя минута. Так, смотрите, интересно у нас получается. Когда я начала слушать Flash, я прям хотела ему похлопать. Но действительно сейчас вопросы по четвертому, что нельзя было его взять в команду. И второй действительно по эмоционалу. Сейчас по эмоционалу самое нормальное 2,4. Где третий немножечко поплыло и первый действительно ко всем подмазывался. В первом 3,3 я присмотрелась бы. Между 2,4 по эмоционалу, по командам мы второго не можем брать. Поэтому безопасно я сыграю с четвертым. И получается, у нас шестой сыграл только с четвертым. Я беру 4,6, где попозиционно получается все правильно. Где между 3 мы разбираемся, потому что там что-то точно не чисто. И к пятому чуть-чуть присмотрюсь. Вы хорошо поговорили. У нас сошлись мысли, но немножечко насчет 2,4 у вас не очень поняла. Сама красная. Желаю победы красным. Сейчас с отсыточным стаком с вами сыграем. Мужиками давайте. Спасибо. Спасибо. Еще весна. Фил, твоя минута. Добрый вечер, стол. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мне понравилась аналитика шестого, седьмого и пятого номера. Но пятый, я соглашусь со словом весной, что для меня лично четверка. Четверка она говорила более по красному. Типа второй. Возможно, ему было нечего сказать. Но я просто хочу влезть в этот паровоз, поскольку у меня мысли были абсолютно медитичные. То есть плохо, что я не сидел на слоте как бы на шестом, либо на пятом. Поэтому для меня команда это шесть-семь, я возьму четверку. Тройка для меня сидит черная, единица для меня сидит красная, двойка у меня сидит серая ближе к красному. Кьюэр у меня есть вопрос. Именно он сделал такую градацию, почему для него именно двойка красная. Абсолютно идентичные мысли с весной. Вот прям вообще один в один. Вот у меня точно такие же вопросы. Поэтому моя команда шесть-семь-четыре и пока я с ними играю. Спасибо. Спасибо большое, Фил. Ванечка, твоя минута. Охуительно, когда мне сейчас по обменникам сижу, блядь, деньги увожу нахуй. Там какая-то хуня одна нужна была. Срочно деньги. Я половина простых. На самом деле я слушал так на фоне. Я первый не нашел красным, поэтому я никак не понимаю позицию третьего. И так и не понимаю позицию второго. То есть мне один-два-три вообще не нравится. Четвертый понравился, эмоционалом не нравится. Флэш, вы шесть-семь-восемь до него доебались. Пятый неплохо сказал по один-три. То, что он не взял в команду четвертого, это ничего такого в этом странного нет. Хотя мне понравился четвертый. Я поиграю в команду четыре-пять. Для меня пятый после шесть-семь-восемь больше красный. Больше красный для меня пятый. Мне четвертый нравится. То есть четыре-пять для меня красный. Я возьму себе данную команду. Нужна проверка в тройку. Если тройка окажется красным, я сниму. Я думаю, что он черный, потому что он бы не поиграл после такой речи с первым. Вот. Я так думаю. То есть мне нужна проверка тройки, если он черный, если он красный, будем думать. Подозрительные игроки для меня, для меня в данный момент, это... Карфман также для меня, я бы не сказал, что он такой красненький сидит. Для меня подозрительный игрок номер... Спасибо, Ванечка. И Сильвер, наим, твоя номерочка. Привет еще раз всем. Привет отдельно, Паша. Алсер, первый раз с вами играю. Собственно, быстро по поводу аналитики. Собственно, Едичка хорошо открыл стол, но с 1-2 играть не буду. Разномастным строить не буду. Двойка ближе к красному, тоже хорошо поговорил. Все душат тройку, тройка поплыл на речи, он очень плохо говорил. Я, скорее всего, хочу, чтобы тоже его проверили, если он будет черный, ну, очевидно, он черный. С пожиганным играю первый раз, по нему ничего сказать не могу для меня серый. Вот по поводу флэша, я думаю, что 3-5 точно есть одна мафия, потому что типа все топят флэша, потому что он не поиграл с четверкой, но никто не обратил внимания, что он выдал фразу в единичку, что я его выкину. Для меня это было подозрительно, поэтому тоже серый, ближе к черному. Шестерка особо никакой аналитики не дал, он там какой-то анекдот рассказал, блин, не смешно, ничего личного. Вот, весна хорошо поговорила с Филом, я бы поиграл с весной с Филом и поиграл бы, скорее всего, с двойкой. Ну, Ваню тоже взял бы в команду, но слишком большая команда получается, поэтому играю 2-7-8, хочу проверку в 3 и, наверное, 5. 3-5 разномно. Спасибо. Спасибо большое. Алсиор, твоя минута. Так, ребят, я с вами играл немного, и я вот слушал всю аналитику, у меня вообще почти со всем столом все не сошлось, но попробую себе команду сейчас собрать. Значит, мне Артур понравился, мне показалось, что Артур красный. Двойка взяла в команду Артура, хотя сама поговорила по-серому, но потом мне кажется, что за столом намного больше черных игроков лично для меня. Вот. Я бы не проверял Камика, я бы Камика убрал просто на первом ходу. Камик, мне кажется, ну, типа около железобетонно-черного. Паша нервничал, мне это, в отличие от всего остального стола, мне это не понравилось. Мне это его очернило, но стол его так окрасняет, и мне кажется, что среди 5-8 где-то 2 мафа вполне может сидеть. Вот. Поэтому получается, что Паша становится красным из-за этого. Поэтому у меня команда становится 1. Я с двойкой пока играть не очень хочу. 1-4. Мы с Юрой совершенно, мы с Юрой совершенно не согласны по позициям. Вот. При этом Юра для меня это значит, скорее, что мы с Юрой, ну, оба красного цвета. Вот. И у Манурина мне понравилась позиция. Мне совершенно не понравилась позиция восьмерки, которая сказала, что берет в команду 6, который 40 секунд рассказывал какой-то абсолютно бессмысленный анекдот. Вот. Поэтому 6-8 не играю. Играю команду 1-4-9-5. Спасибо, Паша. Спасибо большое. Ну, с такими речами мы отправляемся в ночь, в темную-темную ночь. Закрываем свои глаза. И город у нас спит. Город спит. И просыпается мафия. Мафия думает, кого же она сегодня отстрелит этой ночью. Мафия думает. Думает. И принимает единогласное решение. Мафия на пальчиках не показывает единогласное решение. Мафия приняла свое решение. И засыпает. Просыпается дон мафии. И думает, кого же он сегодня проверит на комиссарство. И просыпается комиссар. И просыпается доктор. Доктор просыпается. И думает, кто же ему больше всех. Ага. Поняла. Спасибо. Доктор засыпает. И с добрым утром. С добрым утром. Но утро у нас не совсем доброе. Так как игрок номер... Девять. Не проснулся. Спасибо. Минута Балагана. Зачем мафия убила девять? Вообще непонятно. Я комиссар тройка черная. Я комиссар тройка черная. Понятно. Терка черная. Восьмерка. Я тут, вон красный за столом сижу. Меня надо было убивать. Я упрощу задачу мафии, Фил. И сыграю с тобой. Рассал Сиор играет против нас двоих. Давай сыграем вместе. Пятерка черная. Кто комиссар? Что у тебя, Фил? Тройка черная? Да, я комиссар только черная. В смысле, блядь? Окей. 5-8. 5-8 черные. 5-8 черные. Окей. Я вам даю свою проверку. Пятерка черная. Я проверил ночью. Восьмерка с первой, с вами комиссаром. Восьмерка тоже черная. Окей. Мы нашли две мафии. Блядь, вы посмотрите. Вы вдумайтесь, сколько меня людей втопило. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Ребята, у нас очень сложный стол. Они все меня втопили. Они все меня втопили. Может, ты просто плохо поговорил? Получается, среди этих номеров 6 черных получается. Правильно, Камин? Ну, у нас балаган закончился. Давайте начнем с Артема Гипертокса. Либо минуточка. Давай, Артем. Я вообще не знаю, что говорить. Тут все нарисовали такие команды. Это просто жесть. Это все напутались. Я пробовал записывать первый раз в жизни. Я никогда не записывал до этого. Это, блядь, ну нахер. Я лучше никогда больше и не буду записывать. Пятерка. Я еще больше потерялся от этого. Вы тройку считаете все черным. По-моему, не становится ли она автоматом красная после этого? По-моему, все считают. То есть... Ну, мы все равно две версии рассмотрим. Правильно? Камик, ты тоже вскрываешься комиссаром. Тогда мы вас оставляем обоих. А потом в баланс будем уводить по очереди. Почему Юра играет с 1-3? 1-3 он минус говорит, но играет с четвертым, который 1-2 говорит минус. Там просто разные. Я хотел на Ваню также въехать, но его отстрелили, как видите. У нас тогда, не знаю, команда 7-8, с одной стороны 7-8-4, правильно получается? Я буду слушать, я просто буду слушать. Хорошо, выставляешь кого-нибудь? Ну, давайте комиссаров выставим, пусть поговорят, тройку выставляют. Хорошо, троечку выставим на Камик, твоя минута. Смотрите, я уже, ну, я как только проснулся, я показывал. Пятерка черная, это проверка, потом угостили, что Ваня умер. Смотрите, пятерка черная, это моя проверка, короче. Восьмерка скрывается уже комиссаром, блядь, это второй черный. Окей, смотрите дальше. Среди игроков 5 по 11 все меня объебали, все меня объебали. Я не понимаю, почему пятерка четверку не взяла, скорее всего, его надо проверить. Вы хорошо поговорили, я вас с вами сыграл, это был байт. Посмотрите, сколько игроков там, ну, понятно, что с пятого по 11 не может быть там три мафии. Ну, в смысле, там может быть три мафии, понимаете? Но просто там есть и мирные игроки, которые подсосали. Выставляю пятерочку, выводим пятерочку. Пятый черный. И там надо разбираться, они просто все у меня въехали, и красные, и черные, и все у меня въехали. Я выставил пятерку, спасибо, Пас. У тебя не слышно там, не слышно. А, все, извините. Пятерочка, ой, да, четверочка, твоя минуточка. Так, ну, что получается у нас? Значит, 3,8, два шерифа. Один из них точно мафия, который Дон, который нашел шерифа в эту ночь, и, получается, сразу вскрылся. Тут надо теперь понять, кто из них шериф, а кто из них мафия. На речи восьмого игрока он влетает в паровоз. Паровоз 4, 6, 7. При этом говорит то, что речь пятерки ему понравилась, но он не берет его к себе в команду. Это очень странная хуйня, чувак. Очень странная. Это мне не понравилось. Я тут знак вопросика поставил. И сейчас ты вскрываешься шерифом. Из двух вас я верю третьему больше, чем тебе. Шериф не влезает в паровозы. Шериф оставляет нейтралитет по столу. А ты влез. Это ошибка твоя, чувак. И ты вылетаешь. Ну, ладно, ты можешь посидеть, потому что пятый тоже, получается, ты сдал еще и пятого, и пятый точно черный. Пятый сейчас уходит, а вы сидите. Еще дадите проверку. Но восемь уже тоже черный у меня. Спасибо, Паша. Спасибо, Паша. Выставляешь кого-нибудь? Пятый уже выставлен. Хорошо, спасибо большое. Юрочка, твоя минута. Весна, и ты меня спрашиваешь, почему я четыре в команду не взял? У тебя есть вопросы еще? Четыре сидит красный. Пожалуйста, ну, типа, четыре красный. Но разговаривать не хочу с тобой. Двойка. Я не играл с 1-3. Зачем ты вообще эти слова говоришь? Не говори лучше их слов таких. 1-3 я поиграл? Ой, нет, не поиграл. Дальше. Десятка. Я сказал двойке, что я выкину его из команды, а не единицу. Это неправильно запомнил, неправильно отметил. Вся мафия сидит 1-3-6-11. Мне невероятно 10. Я построил себе 1-3-6-9-10-11. Но 9 зачем-то убили. Я думал, 6-9 разноцветов топили друг друга. Финаргот может быть красным. Артур не был супер черным. 3-1 с мафией точно. Играю с Филом без остатка, безаблиционно, считаю его шерифом. В принципе, все. Семерка красная для меня четверка. Я думаю, запутался. Двойка вообще. Блядь, что ты двойка сказал и зачем? Я не играл с 1-3, наоборот. Я взял только 2. 4 показалось подозрительно для меня. Я ухожу по... Паша уходит. Паша уходит. Красный. Паша уходит. Паша уходит. Потом будет стыдно, когда проиграет за красным со мной. Спасибо большое. Флэша. Выставляешь кого-нибудь? Тройку выставляю. Выставлен. Хорошо. Митя, твоя минуточка. 11-го значит, да? Извините, подожди. 11-го значит, вставляешь? Хорошо, спасибо. Митя, твоя минута. Да, я примерно пытаюсь понять, что происходит. Потому что сначала для меня самым черным по 0-ю был 9-й и 11-й игроки. Потом после этого у меня 9-й уходит убитым. Мне это не очень нравится. Ладно, не суть. В общем, я не верю речи кармика по той причине, что комиссар бы девался бы совсем по-другому и говорил бы совсем по-другому. Я верю в проверку Фила больше, чем в твою. Несмотря на то, что Фил вписывался в паровозы, просто Паш, Фил так всегда играет. Он играет очень активно за любые роли. Поэтому часто я не могу его прочитать. И тут я склонен доверять Филу просто потому, что мне речь Камика не понравилась, а не потому, что Фил как-то круто поговорил. Поэтому пока с четверкой я не поиграю, но будет для меня серым игроком, потому что по 0-ю ты мне очень понравился. А сейчас ты мог втопить Фила действительно просто потому, что с ним ни разу не играл. Поиграю с Юрой, потому что не может такого быть, что пол стола за, пол стола против, а потом Манурин еще говорит, что 6-7-8, там в него гонят. В общем, пятый для меня тоже красный игрок, спасибо. Спасибо. Митя, выставляешь кого-нибудь? Нет. Хорошо, спасибо. Большая весна, твоя минута. Так, а какая проверка у Фила? Третья. Покажи на пальцах, пожалуйста. А, третья? А, третья черная. Хорошо, пока. Хорошо, сыграем пока по версии восьмого. Правда, мне немножко не понравилась его речь из-за того, что я прям... Вот не то, что даже повторил речь, я так согласен с весной, прям как будто подмазывался. Ну ладно, пока тебя оставим, пускай ты будешь пока шрифовом. Выставляй ГК, пока номер три, выставляй ГК номер одиннадцать. За вашу команду 1-4-9-5. 4-9-5 была бы у вас идеальная команда, где девятка взяла 4-5. Отлично бы сыграли, к вам претензий не было бы. Где вы взяли единицу, где с ним не сыграл, ни 4 не сыграл, он сказал, ни с 1, 2, 3 не играю, они вообще никакие. Не хочу с ним играть. Где девятка не взяла, только 4-5. Вот к вам большие вопросы за вот эту единичку, я бы вас даже не трогала. Вы поговорили хорошо, но позиционно очень странно. Поэтому вставляй ГК номер одиннадцать, хочу вас очень слушать, что вы дальше поговорите и какого шрифа вы сейчас на данный момент выберете. Очень интересно ваше мнение. Пока я думаю, я думаю, пятый красный, если позиции, если у меня третий черный, то у меня пятый красный. У меня пятый красный, четвертый, я думаю, просто запутался. Спасибо. Угу, спасибо большое. Один из того выставила. А восьмерочка, два минуты. Бля, вот мне просто интересно, что мне говорить, когда весна действительно хорошо раскладывает стол? Я председаю, что я рассказываю в таком же духе. Что мне, вот что мне еще... Микрофон пердит. Микрофон пердит очень сильно. Я на паузу поставила. Так, там надо же просто выдернуть эту звуковуку и ваткнуть, по сути. Обычно так. Ну, а мне вот это помогает обычно. Сейчас он все перевернул, по-моему, там. Что, так нормально, нет? Да, сейчас вроде бы не пукает. Нет, сейчас вроде бы не пукает. Блядь, сейчас ты за дискорд давно. Касаешь, провод, выткни вот этот, Фил. Вот этот провод. Да там дело... У меня обычно вот так, вот это помогает. А, я XLR-ка тоже переключить, да. Обычно просто это не совпадение частоты дискретизации. Мы тебя, если что, не слышим. Ну, можно по губам там все читать, просто то, что он говорит. Бу. Не, пусть подрубает микрофон от вебки. Как в 2016-м было, да, Пушка? Сейчас бы из чайника подвезти. Я гернаю экологию у него там. У меня баллон лидровый. Фил Байголов в Космос запускает. Ульта купится, блядь. Алло, Фил. Есть такой тренд? Есть такой гейрокоптер? Есть такой тренд? Еще раз, Фил. Раз, два, три. Пердишь, пердишь, пердишь. Нет, ну серьезно, блядь. Вытащи, серьезно, серьезно. Вот этот переводкни. А, я понял, где он такой микрофон. Раз, два, три. Пердишь, пердишь, пердишь. Блядь, тебе что, надо перезаходить, что ли? А ты можешь попасть чуть подальше быть? Сейчас, по-моему, уменьшу. Фил, отодвинься на пять сантиметров. Вот, погоди. А может быть... Потом будет с этим... Фил, поговори. Мне помогает ребут этого самого. Ребут компактный. Так, не, погоди. Не, 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 а может быть он на сайте запустит? Там просто будет сидеть в дискорде с нами, но на сайте запустит микрофон. Не, 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 там то же самое было. Какая разница? Нет, я просто думала, именно проблема с дискордом. Я думала, проблема с дискордом. Фила, а ты именно саму звуковуху USB вытаскивал? Или провод микрофона? Нет, я провод вытаскивал. Просто да, там обычный ребут ее помогает. Тогда ребут нужен полностью. Давай, я сейчас быстренько прийду. Давай, давай. Прошу. Давай, давай. Я вас, если что, слышу, поэтому... Стоять, стоять. А я пойду пас. Полезная информация. Ваня, наверное, смотришь, я вот эту хуйню, этот, дьявол, и он такой, да. И он, наверное, говорит, посмотрите, посмотрите, как жрется. Посмотрите на него, жрет, наверное. Да, Ваня? Ну, блядь, я хочу уже, я хочу уже доесть его, блядь. Ну, нет, он реально вкусная штука, серьезно. Хочу доесть уже, взял две штуки. Таня, ты играешь обычно, нет? Да я не так хорошо, как ты играю. Ты вообще мочишь, правда, всех, бродинь, ты мой, сюда-то. Я так не умею рассказать тебя, слушаю, я просто уже на середине речи, ты такая, что, а сейчас начиналось вообще. А можно повторить, пожалуйста? Да-да-да. Короче, ты молодец. Классно играешь. Надо у тебя уроки брать. Раз-два-три. Слышно меня? Да, супер. Закончилось, да, пердиня? Да, закончилось. Пердиня закончилась, займем бомба. Да, вроде, да, она закончилась. Зайду. Он сейчас компьютер же бутыл? Да. Да-да-да. Ой, бля. Сейчас посмотрим. Блядь, я что-то... Дед, ты хаваешь в УБС-ку, блядь. Камик, а вкусный ты в итоге этот? Синабон-то этот вкусный в итоге, нет? Я что такое? Да. Да? Это, короче... Он же сладкий пипец, не, а? Да пиздец просто. Они разные там есть. Он еще из корицы, вроде как. Ненавижу корицу просто. Там слоеное тесто идет, да, корица, короче. Этот, ну, я взял с карамелью и с этим. И не помню, и классический, вот. А там и с шоколадом, и с вишней есть. Ой, блядь, там столько их. Ну, картно вчера завел, вот это я ревернул. И я первый раз вот пробую. Я у нас, кстати, ни разу не заходил. Здравствуйте. Это вода? Дима. Дима, у тебя вода? Да, да, да. Один с бокала, другой с чайника. Не, у меня вода с тоненькой. Мейнстрим пить из, как бы, из чайника, но все знают, что настоящие олды пьют из банки, друзья. Не забывайте об этом. А чайник удобно, что на литровые поставочки? Так, ну чё, все? А, Ваня вышел. А, блядь, Ваня же убили. Помнишь, кто так делал Миша? Ша? Я говорю, помнишь, кто так делал? Как? Кто так делал, из банки выпил. А, да. МТВ Димага! Ну, блин, а когда у парня 4-часовой стрим, он за 4 часа выпивает 2-3 литровых банки воды, типа, то тут, как бы, по-другому не обойдешься никак. Поехали? Продолжен, нет? Поехали. Фил, давай погнали. 50 секунд, пошли. В общем, камень черный. Вот, мне не понравилось, опять же. Блин, ну, мне тяжело что-то новое говорить после того, как анализирует весна. То есть, на следующий входной я хочу, чтобы стоять перед весной, чтобы она не думала, что я к ней подсасываюсь. Я с ней полностью согласен. Тройка сидит черная. 11 номер взял себе какую-то несуществующую команду, в виде, по-моему, он взял единицу, он взял пятерку, взял, по-моему, девятку. Девятку ты же брал. Короче, херов знает, как можно было такую команду. Ваня поговорил неплохо. Он для меня был красным. Непонятно, ну, рисовали, типа, 6-9 раздомаст, но, не знаю, мне Ваня в целом понравился. И, ну, короче, понятно, что он красный. Четверка хочет выгнать меня, но я пока не думаю, что на самом деле, что четверка, что четверка черный. Но мне он вообще, он мне пиздец как не нравится, потому что он пытается выиграть пятерку, для меня пятерка красная. Вот, потому что тройка, тройка проверенная черная, он делает флэша черным, для меня флэш красный. Он не будет топить, он не будет топить свою мафию. Вот. Спасибо большое. Играя пока что, ну, блин, короче, 7-5, 7-5, возможно, 6. Вставляешь кого-нибудь? Тройка выставлена, да? Угу. Давайте выставим, давайте выставим 11-го, да, еще. Он тоже выставлен. Блядь. 6-11, мне кажется. Ладно, никого не хочу выставлять. Ну, да, ну, ладно. Ладушки. Я подумаю только на них. Твоя минуточка. Так, 20 тысяч миллиардов комиссаров. Ну, что, блядь, лично мне, допустим, оба не нравятся комиссары, потому что Фил достаточно неуверенно вскрылся, а Камик, в принципе, вообще какую-то хуйню нес. Типа, он плохо поговорил, он плохо поговорил и, типа, плохо защитился. То есть, если выбирать между 3 и 8, для меня ближе 8 все-таки, потому что он, ну, нормально говорит. Если я выиграю с восьмеркой, значит, пятерка автоматически красная, потому что тройка выставил пятерку черная, а 3 лжекомиссар, правильно? Поэтому 5-8 красный. Мне, допустим, 11 тоже не нравится, конкретно по чуйке. Если чуйке доверять, то где-то 6-11, там одна мафия еще есть, для меня лично. Поэтому я выставил бы шестерку поговорить. Бля, Пэшган не знаю, типа, Пэшган, ну, я с первого раза к ним играю. Выставлю меня, ебать. А шестерка не выставлена? Я хочу поговорить. Нет, шестерка не выставлена. Шестерочка не выставлена. Давай четверку тогда, окей. Не, меня выставлю тогда. Короче, не знаю, я бы, на самом деле, один бы ход подержал бы еще двух комиссаров, чисто послушаю, что не скажут, а потом бы, ну, лично я бы, наверное, тройку. Подожди, а кого ты хочешь выкинуть тогда? Я бы один стол. Я бы хотел 6 выставить, 4 рвется. Ну, давай 4 выставим поговорить просто. Меня я не выставлю, меня выставлю. А, ну, если 6 не выставлю, давай 6, тогда окей, я думал, что мы выставим. Ну, короче, играл 5-8. Короче, бля, я уже заткнил время. В общем, для меня 6-11 разномаз, играю 5-8, потому что верю Филу как комиссару, но они мне оба не нравятся. Ты кого выставляешь, шестерочка или шестерочка? Шестерочка. Шестерочка, шестерочка. Все хорошо, ладно. Алтиор, твоя минуточка. 6-11 разномаз, говоришь. Скажи, смотри, семерка, как у меня единичка оказалась в команде? 4-5-9 мне понравилось, как поговорили. Единичка просто ходил первым. У меня как бы, ну, мне не хочется въезжать первого игрока, и типа потому что его кто-то в команду не взял, сейчас на втором ходу все переобуются, скажут, что он самый красный за столом. Для меня сейчас точно железобетон на красный 6, потому что у нас абсолютно расходятся позиции с ним. Когда у нас с Фенерготом абсолютно расходятся позиции, мне кажется, что он говорит полное говно. Для меня он красный. Весна лучше всего разложила стол. Мне казалось, что у нас с Сильвером, вот я или Сильвер, типа из нас двоих, типа, стол будет, типа, выбирать одного мафа. Но Сильвер, когда сказал, что ему оба кома не понравились, мне тоже не понравились оба кома. Я считаю, что проверка тройки была так себе, При этом, как бы, к восьмерке, там, по позиции у меня не так много претензий. Но когда Юра оправдывался, мне его речь вообще не понравилась. Четверку он говорит, что и пять, и восемь, говорит, что четыре красный. При условии, что четыре играет жестко с тройкой, супер жестко с тройкой играет в одной команде. И они говорят, что четыре красный. Окей, no problem. Ну, типа, по этой версии для меня скорее камик-комиссар. Ну, типа, камик получается для меня комиссар. Фил и флэш получаются черные. Кто выставлен сейчас? Я, кстати, могу и уйти сейчас вообще без проблем. И можно меня сегодня на кросс-проверку отправлять вообще как хотите, ребят. Не проблема, абсолютно. Выставляешь кого-нибудь? Проверь шестерку. А, выставляю игрока под номером четыре. Проверь шестерку. Четыре. Подождем. Хорошо. Артурчик, твоя минута. Ну, если никто не против, я выставлю себя. Никто не против, я надеюсь. Я выставлю себя, потом еще в конце что-то расскажу, чтобы вы не думали, что я черный. И так далее. Я игрок красный, опять же. По столу два комиссара сидят и логично уводить Юру, но Юра для меня по красному. И первый раз поговорил, и второй раз поговорил. Я бы убрал бы одиннадцатого, если честно. Пусть два комиссара сидят, дадут их две проверки. У нас не будет три в три, у нас будет семь человек. Поэтому я бы убрал бы одиннадцатого, а потом бы убирал бы уже Юру и потом бы еще от комиссара. Потому что я реально взял меня в команду на одиннадцатом сроке, когда я первый, но это очень странно. Сестра наша, что со мной никто не поиграл. Ну, то ладно. В общем, я не знаю, какому комиссару пока верить. Для меня и три и восемь. Ну, дед похуже вскрылся, похуже по эмоционалу. У него было и поговорил он первый ход. Похоже, единственное, что может задыхать одиннадцатого, что он сказал, что тройка для него черный еще на первом ходу. Но одиннадцатый поговорил хуже всего, поэтому я бы оставил двух комиссаров и три и восемь пусть посидят, пятерка тоже пусть посидит, а одиннадцатого я бы убрал. Или, возможно, шестого, потому что среди позиции мне пока максимально непонятны. Если четверка красный, то ладно, я вашему столу поверю. Спасибо. Спасибо большое. Днерочку выставила. Значит, у нас выставили три, пять, одиннадцать, шесть, четыре, один. В таком порядке будем оправдываться по тридцать секунд. Начнем с игрока номер три. Тройка. Боже, не паранойте. Я засмеялся, когда, блядь, скрылся комиссаром, блядь, пять, восемь, нашел вас с мафами. Вы хотите выкинуть одиннадцатый, который меня вместе с четверкой защищают. Флэш называют четверку красной, но против него просто не играет, потому что красный считает, а он вместе со мной играется. Как я одиннадцатый пытаюсь поддержать. Пять, восемь, у нас сидят мафии. Типа, хотите меня в баланс выводить, выводите на следующем ходу. Я дам проверку и все это, проверю между семь, восемь. Это подсос, ну ой, между семеркой. Ну, мне самой больше не нравится. Вводим пятерку. Спасибо большое, Камик. Спасибо. Пятерочка, ваш 30 секунд. Моя красная команда два, четыре, семь, восемь и аккуратно десять. Я думаю, последняя мафия один шесть. Три одиннадцать, мафия четыре я беру в команду. Он красный, он не понимает, что он говорит, но он красный, я считаю так. И одиннадцать на своем ходу дает динамику на нулевке. Говорит, пять, восемь черные. Теперь тройка говорит, пять, восемь черные. Три одиннадцать, это одна команда, окей? Одиннадцать говорит, мне понравился один, не понравился два. Я говорю, мне не понравился один, мне понравился два. У нас с ним разноцвет, очевидно, с нулевки. Спасибо большое, Юр. Игрок номер одиннадцать, ваши 30 секунд. Юра, как твою команду, вот в том, что я сейчас рассказывал, не вписалась четверка? Расскажи, пожалуйста, если четверка тебя прям сходу душит, типа, у нас либо команда три, четыре, одиннадцать, у меня шесть, семь красные. Сильверней мне показался, что он красный, потому как он проанализировал двух комиссаров. Мне это тоже не понравилось, ну, как они вскрывались. Поэтому шесть, семь, десять у меня красные, мне нужно найти третьего мафа с пять, восемь. Для меня третий маф остается, поскольку четверка играет по моей позиции, то есть для меня три, четыре, шесть, семь, десять красные, получается у меня пять, восемь, и среди один-два последний маф. Я не знаю кто, мне, честно говоря, сейчас Артур не понравился, что сказал на втором ходу. Спасибо большое. Игрок номер шесть, ваш 30 секунд. В общем, не слушайте картмена, он полную пургу пронес. Мы ни в коем случае не можем вешать игрока под номером одиннадцать. Это кот в мешке, как бы, там все что угодно может быть. Тут им сейчас за столом как минимум два стака, да, разных, и все меня считают черным, я у вас поэтому выхожу красным, это раз. Мы сейчас вешаем либо три, либо восемь, вы там определяйтесь. Я решил для себя, что я голосую в тройку. После этого мы вешаем второго игрока. Повесили третьего, вешаем потом восьмого. Повесили восьмого, потом вешаем третьего, потому что, типа, если мафия захочет, отстрелят, типа, своего, ну, комиссара, если он не нужен. Только так нужно играть по математике, а потом с одиннадцатым разбираться, спасибо. Спасибо большое. Игрок номер четыре, ваши тридцать секунд. Как мы можем вешать одиннадцатого, я не понимаю. Он не вяжется ни в одну команду. Он сказал то, что ему не нравится третий, ему не нравится восьмой, он сыграл по нулевке один, четыре, пять, девять. Как мы можем его вешать? Если мы его сейчас повешаем, на следующем ходу у нас будет угадайка. У нас будет угадайка. Либо мы вешаем пятого, либо мы еще кого, либо мы меня, допустим, выгоняем. Это будет угадайка 50 на 50. Как это может произойти? Мы сейчас выводим пятого, окей, дальше. Либо, да, мы выводим пятого. Дальше можете, например, меня выводить, если у нас разноцвет. Можем выводить легко. Спасибо большое, Паша. Игрок номер один, ваши тридцать секунд. Ну, вполне возможно, что можно одиннадцатого ставить, а тройка уходит. Потому что для меня вскрылся лучше. Или три, или одиннадцать, кого мы выгоняем. Потому что мы можем двух комиссаров выгонять. Просто три-одиннадцать, я согласен, это одна команда. И пять-восемь, я согласен, это одна команда. Я бы выкинул одиннадцатого, а потом пятого. Потому что пятый для меня по-красному поговорил больше, чем одиннадцатый. Спасибо, Пас. Я голосую в одиннадцатого. И всех мирных призываю голосовать в одиннадцатого. Спасибо большое. Давайте приступим к голосованию. Кто против игрока номер три? Раз, два, три. Митя. Комиссар проверил, не голосует. Ну ладно. Ага. Кто против игрока номер пять? Раз, два, три. Угу. Кто против игрока номер одиннадцать? Раз, два, три. Ясно. Большинство. Может быть, для счастья. Всего же твоя предсмертная речь. Я красный сейчас попробую помочь городу, как смогу. Смотрите, если сейчас вы хотите играть по балансу, фенаргот по балансу, это вы не уводите двух комиссаров и сидите потом, типа, рандомите столом. Это значит, вы оставляете в конце двух комиссаров, и с ними один мирный житель, самый красный проверенный, либо ты, либо семерка, либо ты, либо семерка, вы остаетесь на угадайке, скорее всего, потому что вы, ну, имхо, вы самые красные за этим столом. Вот. Юра должен уходить следующим. Вот. Имхо три, четыре, десять, шесть, семь должны играть вместе до конца. Вот. Там Фил сейчас с Юрой будут еще клевые проверки делать, скорее всего. Юра на оправдательной речи поговорил по черному. ХЗ, как вы услышали, ХЗ, как Картман в этом услышал, красную речь и на первой, и на втором ходу. У Юры была черная речь на втором ходу. Картман, пожалуйста, подумай об этом, иначе ты черный, третий вместе с ними. Один, пять, восемь становится для меня командой, потому что двойка на втором ходу поговорил хорошо, и двойка становится из этого красной. В таком случае два, три, четыре, шесть, семь, десять – это красные игроки, один, пять, восемь – это, соответственно, игроки черные. Спасибо, ПАС. Угу. Спасибо. Воды пизде. Ну, значит, отправляемся в ночь. Город засыпает. Город засыпает. И просыпается мафия. Мафия думает, кого же она сегодня убьет этой ночью. Тоже ей прям насорил. Сейчас Гортман, типа… Ей не понравился. Сейчас Гортман скрывается с комиссаром на третьем ходу, и из-за их хреновых вскрытий ее убьют. Мафия, ну пальчику показывает, кого. А? Я поняла. Кажется, Гортман не должен сейчас видеть. Мафия засыпает. Ну, я не вижу мотивации ему скрываться, кроме как. Хотя… Блин, ну реально… Дом мафии пищет комиссара. Сыпает. Присыпается комиссар. И думает… А кого в первую ночь проверял, Карман? Тоже… А? Юру. Угу. И просыпается доктор. Доктор просыпается и думает, кого же он сегодня похилит. Угу. Караж сделал свой выбор. И украаж засыпает. С добрым утром. С добрым утром. И умер у нас игрок номер… Никто? Все живы? Радуются? В общем, все живы. Проверка, Фил. Стоять, стоять. Я настоящий комиссар. Кого лечу? Восемь для меня автоматически красный. Один уходит, три уходит. Подожди, нет, подожди. Я тебя на первом ходу проверил, поэтому я тебя дефал. Ты бы улетел. Я тебя проверил. Для меня три автоматически черные. Восемь меня дефал. Восемь ты комиссар? Нет. Да? Нет, он не комиссар. Он красный. Один уходит, три уходит. Игра закончилась. Я настоящий комиссар. Десять красный, Юра. Я проверил тебя в первую ночь. Ты красный. А почему десятку проверил? Фил, ты комиссар? Что сейчас Фил делает? Филу сейчас надо душить то, что он комиссар. Филу надо сейчас… Нет, Филу надо в фигаре сейчас. Он не комиссар. Он меня дефал, я комиссар. Поэтому тройка для меня черная. Потому что он тебя втопил в первом ходу. Ну, он сказал, что ты черный. А я тебя проверил в первую ночь. Я не верю, что восемь одиннадцать, два черных. Вешаем по очереди три восемь одиннадцать. Почему восемь одиннадцать? Почему? Мы сейчас убираем двух. Я нахуй, я нахуй. Боже, блядь, это Фил файковал. Что, блядь? Ты тоже файковал? Ты тоже файковал? Ты тоже файковал, если ты комиссар, камик, блядь. В смысле? В смысле? Ты комиссар или нет? Я не комиссар. Он не комиссар. Спасибо большое. Давайте, короче, общее обсуждение. Фил, что ты не стал говорить? Зачем Фил решил слиться с комиссара? Остался бы снять комиссар, он бы выиграл. Я проверил, я проверил шестерку, показываю. Я вообще охуелся, что сейчас происходит. То, что он все же говорил. Один пять, один пять восемь, это три мафа. Мы сейчас выйдем в три в три, блядь, играем по балансу. Ребят, это пиздец. Вы даже не представляете, что сейчас происходит за столом? Вы охуеете после игры. Пятерка уходит, блядь. Играем в баланс. Единичка, блядь, дефает своего мафа. Один пять восемь, три мафа, нахуй. Вы выглядите меня, вы уходим в три в три, блядь. Мы уходим в три в три. Если вы выгоняете меня. Я не знаю, что шесть, два, думаете, блядь. Восемь, восемь, пятерка показывает, один уходит. Тихо, 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 тихо. Когда он по проверке третьего, черный, блядь. Я надеюсь, что, если бы Картман сказал, что Картман был, то Картман был, то Картман был. Ой, блядь, вы мне не поверите, но, блядь, один пять восемь получает. Типа, идея Фила окраснится хороша, кроме того факта, что я сейчас бы, если бы Фил закричал, что, типа, нет, я комиссар, то Юра бы сказал, что Картман черный, они бы убрали Картмана прямо сейчас и вместе с Камиком, типа, у них была бы команда 1-3-11. Типа, вот какую команду они бы нарисовали и всрали бы. Они бы сейчас убили Весну, потом бы убили, типа, кого-то еще, типа, из мирных, и на этом бы игра закончилась, потому что не знаю, что Весну сейчас не похилит. Все, это изи гейм, типа, на самом деле. Но Фил решил, типа, окрасниться, а мне кажется, это, типа, более серьезный мув, типа, более качественный. Вот, флеш не появился бы на восьмом. Он готов был повестись, он сказал, один уходит прямо на входе, типа. Получается, восьмерка, получается, восьмерка такой прикрыл его, да, такой. То есть он на прошлом ходу замазал первого, получается, да, то есть вы вдвоем красные. Чуваки, вы что, гоните, Жуля? Вы что, гоните, что ли? Нет, 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 так не работает. Команда 1-5-8 у меня рисуется. Какая вторая команда? Вот нарисуй мне вторую команду, Картман. Кто? Кто? О, рисуй. 3-11 и кто-то еще? Я нарисую. 3-11 и еще кто-то один. Точно не 10, точно не 7. Сейчас точно кто-то уходит 1-5-8. Спасибо большое, Кирай, за подписку. Сори, во время мафии, алерты выключены. Ну, точно уходит восьмерку за свой мув. Нет? Не знаю. Ну, короче, точно уходит 1-5-8, потому что я тоже согласен с Камиком, потому что тут 3 в 3 выходит. Я точно согласен. 1, либо 5, либо 8. Мне пофиг, кого выгонять. Хорошо, выставляешь кого-нибудь? Давайте выставляю единицу. В смысле с музыкой? Хорошо. Пусть поговорят. Нет, без музыки на алертах, но сами картинками и алертами. 6 красный проверка. Ответь мне. Блядь, по хуйню свою, блядь. 6 красный или нет у тебя проверка? Ну, я фейковал, блядь. 6 красный уходит 1. Я фейковал. 1-5-8 команда? Четверка, смотри. Твой комиссар, Камик, да? Вот сидит рядом с тобой, ты ему веришь. 1-5-8? 1 уходит. 1 уходит тогда. 1 уходит, а потом я и 3. Игра закончена. Или, смотрите, у нас 9 человек. Блядь, что ты, Артем, дрыгаешься? Я не поиграл с четверкой, потому что он дрожал на своей речи. Я не буду с таким играть на нулевке. 1 уходит, 3 уходит. 1-3-11 команда. Все, 6 красный, проверка. Десятый сидит, подозревает тех, кого подозреваю я. Красный. 7 красный. 7 самый сильный игрок за столом. Слушайте ее, пожалуйста. Не хотите меня слушать. 7 для всех красная. Слушайте ее. Она сейчас свою речь скажет, скажет кто черный. 1-3-11 с вещами на выход. Проверка в меня, комиссара. Если я красный, 1-3-1 с вещами на выход. Выставляю 1, выставляю 3, пас. Спасибо большое. Митя, твоя минута. А, подожди, 3-11. Кого еще раз слышишь, выставляешь? Ибать, блядь, рекорд комиссаров, нахуй. Вставляю 1, выставляю 3. Все, спасибо. Извините, пожалуйста. Митя, 2 минута. Да, играю пока только с игроками 2-4-10, потому что у нас Фил мог спокойно вскрыться, будучи мафией, комиссаром, потому что думал то, что Манурин мог быть комиссаром. Но не суть. В общем, по математике нам нужно кикать сейчас 8-го, потом кикать 3-го, потом кикать 1-го, потом кикать 5-го, чтобы избежать возможности, когда мафия остается в большинстве после ночи. Потому что если у нас так 1-5-8, нам нужно все равно кикать лже-комиссара. Какую единицу, какую пятерку у нас единица может быть спокойно комиссаром, который продрочил. Мы сейчас выгоняем восьмерку, потом мы выгоняем тройку, потом единицу, потом пятерку. И мы все равно выиграем, понимаете? Просто если будем делать так, потому что 2-4-10 и я красные, ну и семерка, да, кстати, тоже получается красная. Потому что, скорее всего, Алтиор мог быть мафией, если тройка мафия. Потому что 3-11 в стак годятся. Кто у них третий, я не знаю, спасибо. Кстати, никому... Ты больше оставляешь кого-нибудь? Я именно в шоке, как типа в стаке 3-11 4 в этот стак не записался, потому что, типа, почему-то. Вот он просто не записался. Хотя 4 вписался в паровоз к тройке прям на такой подсосоч. Я хз, короче, я тут логику не очень за столом понимаю. У всех, кроме там весны и юры. 6-й точно красный. Потому что у нас 8 сейчас выгоняется самое безопасное. Он сейчас со всех сторон. У нас 3 в 3 мы не прилетаем. Камик, если вы действительно комиссар, мы 3 в 3 не прилетаем. Что ж, вы сидите и переживаете, третий лицо и так далее. Если у вас уходит 3 в 3, мы не проигрываем, не переживайте. Все будет хорошо обязательно. Вот, а потом мы с вами распаремся. Вот, я думаю, уставляю 8-го сейчас выгоняем. Смотрим сейчас на проверки, кто у нас получается. 1-3 у нас комиссар, дают проверки. И там уже между 1-3 выгоняем по очереди. И мы в любом случае выгоняли эту катку. Я думаю, аналитично. Вот, если 3 за столом мафа, возможно, 4-й. И он как-то вот, как-то мешкается. У меня вот 4-й серый игрок, если честно, сидит. 2-й у меня красный, 5-й, 6-й красный, 10-й красный. Между 1-3 по очереди там выгоняем. Спасибо. Спасибо большое. Выставляешь кого-нибудь? Да-да-да, 8 тоже. Хорошо, он выставлен. Восьмерочка, твоя минута. Теперь, миры, смотрите. Мне понравилась речь о семерке, она для меня красная. Но я сейчас никуда не буду ходить. Либо я уйду с тройкой попил, потому что он для меня мафия, он сидит черный. Я не уйду в никакой баланс, потому что я буду до последнего держаться в своем месте. Я либо ухожу в попиле, чтобы забрать самого какого-то игрока. Никакого попила. Мне не нравится речь, мне не понравилась речь 6-й. То есть, типа, по математике это правильно, но будучи я уверен, что я на красном слоте, это абсурд. Я не готов отдавать свою роль. Я буду сидеть до последнего. Здесь за столом есть люди, которые плохо поговорили. Я свой слот не отдам. Я либо ухожу с тройкой, будучи он черным, то, что он проверяет пятерку, а пятерка для меня сидит красная. Либо, блядь, надо выгонять четверку, потому что он так же топит в меня, и после этого еще топит в меня шестерка. Десятка сидит красная, скорее всего, первый номер это тоже лжекомиссар, потому что не было смысла проверять десятку. Я не уйду, потому что у меня красная роль. Я если уйду, то только с тройкой. То, что вы говорите, уходить с кем-то, это все хуйня. Типа, из-за того, что у нас получается три в три, потому что я сижу на красном слоте. Я не готов отдавать просто так роль. Для меня камик черный, и непонятно, почему он сидит до сих пор на столе. Спасибо, выставляешь кого-нибудь? Да давайте их двоих выгоним, и все. Три, восемь. Тройка выставлена? Да. Значит, четверку, я выставляю четверку. Хорошо, спасибо большое. А наша девочка, что ты не удалось? Десяточка, твоя минута. Я, бля, вообще запутался. Три комиссара, блядь, восьмерка вбрасывала. Ребята, попробуйте сейчас кто-то засабаться. Проверила пятерку, что он красный, тройка в... Что? Топ-донейт и ласт-донейт. Что с ними? Активируйте, чтобы они здесь появились. А, понял. Их надо перенести будет сейчас тогда. Сейчас, чат. Попробуйте засабаться, чтобы проверить, звук работает или нет. Кек-кек, лол-кек. Вот это я, конечно, байчу как бог. Да, ребят, ставь лайк и ставь лайк, и ставь лайк, и ставь лайк как бог. Включай обратно сервера. 11 вообще был красный. Возможно, мы красного игрока выкинули, и 6 черный. Возможно. Это чисто мои догадки, я ничего не говорю. Блядь, я не знаю, кто выставлен вообще? 5, 1, 3, 8 и 4. Ну, давайте шестерку еще раз выставлю, пусть поговорит. Звук есть? Картинки нет? Просто тяжело, я игру. Я просто из-за того, что не записываю, очень много информации. Наверное, особо не помогу уже красным. Но, блядь, три комиссара, это рекорд, по-моему, какой-то. Ты никогда не помогал. Не пизди. Ну, ты слышишь, Фил, ты подозрительный какой-то, пиздец. Вот и так. Все, теперь должно сработать, ребят, сори. Спасибо большое, Ландродев. Ну, Фил, ну нет, в общем, суждения. И вы выгоните красным, подожди. Все, Фил, Фил, все, тихо, тихо, тихо. Артур, 2 минуты. Юра, какой у тебя цвет? Ты красный? Или Таня мне неправильно сказала, красный ты или нет? Смотри. Я комиссар настоящий. Я комиссар настоящий. Я проверяю тебя в первую ночь. Ты красный. Я себя поэтому и выставил в конце. Потому что я себя понимал, что топят тебя и должен уходить ты. Я бы сказал... Не перебивай меня, я Юру перебивал. Ой, я Юру проверял в первую ночь. Ты красный. Ты рисовал 1-10 раз на вас. Ты рисовал. Спасибо большое. Я проверил 10-го. Гирвана Флейм, поздравляю с подпиской. Ты показывал 1-10 раз на вас. Я поэтому и проверил 10-го. Детятый тоже красный. Восьмой почему красный? Потому что он втопил в третьем. Он сказал, что он комиссар. У меня деф, он сказал, что он не комиссар. Кто врач? Скажите, кто врач? Кого ты хилил? И мы выиграли эту игру. Потому что я комиссар. 5 красный, 10 красный, 2 проверенных. 8 втопил в третьего, который втопил в пятого. Говорит, что пятый черный. Но пятый красный. Кто врач? Вскройте, скажите. Я думаю, что не надо скрываться. Если... А Зветка мог уходить доктором. Не перебивайте меня. Как она могла уходить доктором, если у нас все проснулись? У нас все проснулись. В смысле, блядь? Не перебивайте меня, я говорю. Я комиссар настоящий. 5, 10 красные, железно. 8 сидит, он красный. 3 уходит. Он уже комиссар. Топил в пятого, что он черный. И пятый хочет меня кикать. Я не понимаю. Да хуй вам! Ребята, тихо. У нас нет общего обсуждения. Да, блядь, да что за балаган? Ребят, тихо, да-да-да. Артур, то есть ты никого не уставляешь, да? Тебе все устраивает. 5, 1, 3, 8, 4, 6. Ребят, смотрите, сейчас 3 в 3 уходим, если убираем игрока. Блядь, давайте 7 выставлю. Хочу ее послушать. Она базарит там, блин, не дает мне сказать ничего. Послушаем ее. Хорошо, двоечка. Уходим 3 в 3 официально при 9 играх. Я играю с 5, 6, 7. Семерка оговорилась насчет врача. Это подозрительно, но сейчас, внимание, уходит только восьмерка. Потому что одиннадцатый в команде, допустим, 3, он уже выкинут. Нам надо в баланс выводить восьмерку, затем тройку. Два комиссара начальных. Надо выводить только восьмерку, потому что 3 в 3 мы выйдем. Восьмерку выводим, потом выводим тройку. Смотрим проверки 1-3. Только так. Это самый безопасный, как сказала семерка. Поэтому я с тобой играю. Может, насчет доктора ты провтыкала. Но восьмерка сейчас уходит, потом выходит тройка. Только так. Спасибо. Спасибо большое. Выставляешь кого-нибудь? Хорошо, ладно. Значит, у нас выставлены игроки. 5, 1, 3, 8, 4, 6, 7. В таком порядке будем оправдываться. Начнем с игрока номер 5. Пятерочка, ваши 30 секунд пошли. Пашенька, Паша, разговариваю с тобой теперь. Тройка комиссар для тебя, да? 1, 5, 8. Черная команда. Ты согласен с этим? Мы выводим 8, 1, 5. Игра не закончится, Паша. И ты выводишь 3. Потому что ты останешься на угадайке. Тройка не умрет, потому что самострел он делать не будет. Мы выводим 8. Давайте 8, 3, 5, 1. Или 8, 1, 3, 5. Эти 4 игрока уходят, Паша. И потом мы с тобой поговорим по всей игры. Паша красный. Кого? Ками, кого? Ты говоришь 1, 5, 8. Черных. Какие 3, 3? 8 уходит, потом 1, потом 5, потом 3. Восьмерка облетел, комиссар. Все, 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 тихо, тихо. Спасибо большое. Спасибо, Юр. Артур. Тихо, тихо, говорю. Тихо, 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 тихо. Артур, ты говоришь 30 секунд. 3, 8 раз на масс. Согласны все? Уходит восьмерка хорошо. Я говорю, вскройся еще раз, фрач. Скажи, кого ты хилил. Это изи игра. Все, у нас есть еще один красный. У нас есть еще один красный. Похилишь меня, я настоящий комиссар, пусть игры поймешь. Восемь тоже сидит, он красный, он топил в три. Если хотите играть сейвово, хорошо, уходит в восемь, фил. Я думал, ты врач, я думал, ты опять то же самое, что в прошлый раз делаешь. Но три, не настоящий комиссар, потому что Юра, ты черный у него. Понимаешь? Согласен? А я сидел, потому что он у меня дефал на восьмом номере. Я поэтому не вскрывался. Спасибо большое, Артур. Тройчик, комик, товарие. Тридцик, секунд. Ребят, мирные. Уходит только пятерка, потому что восьмерка откатил комиссарство. Блять, один, пять, это точно, блять, черная команда. А восьмерка откатил комиссарство, хотя он меня топил. Блять, вот два десять у меня непроверенные. Семерка врач, два десять непроверенные. Пятерка уходит. Восьмерка, восьмерка серый сейчас сидит. Восьмерка серый сидит. Почему не один? Почему? Почему? Потому что он восьмерка откатил комиссарство. Один, пять, команда. и, блядь, сейчас 3 в 3, если восьмерку выходим, а пятерка, это моя черная промежка. Спасибо, спасибо. Восьмерочка, ваш 30 секунд. В общем, так, то, что Юра предлагает вывести там, условно говоря, восьмерку восьмерку сразу же, математически это правильно, но я не хочу уходить, потому что это будет просто красный слой. Чтобы помочь городу, теоретически это правильно, я согласен по математике, но я, типа, для меня 11 уходил черный, для меня тройка сидит черная, значит, 3-11, и, типа, и в этой команде... Блин, нам надо по-хорошему бы еще вдавить в то, что Юра переобувается на каждые 30 секунд, кого надо уводить в каком порядке, у него прям это, ну, типа, он номера, которые он годну готов убирать, он, типа, вот, постоянно их меняет, но они это вообще не топят. Я не хочу уходить, потому что, блядь, я еще помогу городу. Спасибо большое. Четверочка, вашу 30 секунд. Тихо-тихо, у нас нет общего блага, четверочка, Паша, твои 30 секунд. Мне уже вторая речь подряд восьмого номера не нравится, сейчас мне не понравилась речь третьего игрока, то есть я откатываю, я не играю с третьим игроком, сейчас это не шериф, мне не нравится, сейчас уходит сто процентов восьмой номер, сто процентов, команда шесть, семь, десять для меня красная, получается, первый получается тоже настоящий шериф по этой схеме. Спасибо, Пас. Спасибо большое. Игрок номер шесть, ваш 30 секунд. Блин, очень забавная игра. Сначала я хотел сказать, блин, я знаю, кто доктор, он лечил меня, потом весна скрылась, я доктор. Ну да, не, весна действительно доктор, то, когда она как раз говорила про доктора, это не нужно было ей предъявлять, это она этим скрылась, кстати, сразу. Ну что, у нас очень забавная игра, потому что мафия у нас получается 3, 8, 11 по остатку. Я не знаю, зачем вы начали эту машину, потому что первый комиссар, пятый проверенный комиссаром, второй красный, я красный, потому что я эту всю тему предлагал Пашган. Сейчас красный, десятый проверенный красный, седьмой доктор, 3, 8, мафия вместе с 11. Спасибо большое. Семерочка, ваш 30 секунд. Я просто немножечко просто сказала, что Хилили, я хотела Филу хотя бы дать скрыться, он комиссаром скрылся, хотела дать ему доктором скрыться, и поэтому потом такая, блин, Хилили уже сейчас. А сейчас, ну я думаю, все математически выграно. То есть по реакции Камика тут уже все понятно. Я думаю, это все где столом. 1, 5, 8, 1, 5, 8, потом нет, 8-го не трогаем, не трогаем, ну то есть как, ну все, вы уже как бы спалились, тут без шансов, просто 8, 3 по очереди. Ну проверьте там 6-го, там похилимся, но я думаю, руками надо... Спасибо большое. Сейчас голосуем, приспаем голосование. Кто против пятерки? 1, 2, 3. Это Камика была рука? Нет, ладно. Хорошо. Кто против игрока номер 1? 1, 2, 3. Юра, можно не махать так. Кто против игрока номер 3? 1, 2, 3. Дадакиды. Что за дадакиды пошли? 1, 5. Я засчитаю только, извините, пожалуйста. 1, 5. Кто против игрока номер 8? 1, 2, 3. Четыре руки. А он завис, по-моему. Раз. Нет, он заплатил. Ну у нас осталось, короче, три голоса, большинство у нас 4 голоса, восьмерочку уходит. Восьмерочка, ваше последнее слово. Да, блядь, а что говорите? Если вы по математике делаете правильно, но я сижу на красном слоте. Типа, третий проверенный, проверенный черный, типа, одиннадцатый, одиннадцатый тоже уходил по-черному. Ну, блядь, хули. Ну, блядь, хули ты ржешь, хули ты ржешь, блядь. Я не прогоню, блядь, чё? Угу, мы отправляемся спать. Сейчас самострел будет, скорее всего. Спокойной ночи, все спят. Камик, стреляй в себя, Камик. И... город спит. Присыпается мафия. Стреляй в себя, Камик. Мафия думает, кого же она убьет. Мафия сделала свой выбор. Просыпается дон мафии. Угу. Просыпается комиссар. Комиссар просыпается. Комиссар не хочет просыпаться. Угу. Комиссар спит. Просыпается врач. Угу. Доктор сделал лечение. И... С добрым утром. Ну, что я вам хочу сказать. Мафия уехала с этого города. Она не выдергала вашу агресатуру. Что? Блядь, нет, нет, нет. Ты по какому хую? Фил, а ты... Слышишь, Фил? А тебе не казалось, что типа тебе Юра поверит, если ты Артура решишь переехать? Комиссар был? Да. Да, он, да, он комиссар. Я просто не понял, зачем ты решил в Красного переобуваться не комиссара, если домой Карпман реально переехать. Я тебе рассказываю. Я тебе рассказываю. Зачем вы в своих мафах... О, легчайшая. С доктором? С доктором такую хуйню делать нельзя. Один такой комиссар был? Реально? Да. Да. С доктором? С доктором? С доктором, пиздец. Ну, все правильно. Все правильно. Твоя паранойя понятна. Нихуя, блядь. Твоя паранойя понятна. Спроси, Артур. Это красава. Да нет, ничего, все нормально. Да нет, ты не зарунил. Я не думал, что... Я думал, 8 скрывается, как я делаю обычно, когда мне похуй. Нет, вообще я не груди, потому что я и говорил. Смотри, у нас было... Я скрываюсь комиссаром, хуярю кого-то, меня отстреливают, и мне похуй, я депаю. Я думал, он то же самое делал. А он на черном топит своего черного и два черных комиссара. Да они плохо поговорили, я бы так же топил бы и на Мирном, самое интересное. А я скрываюсь комиссаром, и покрываю свое лицо, а ты такой... Хазай, просто мне показалось, что если бы Фил решил в конце, типа, ну, сказать, что нет, я комиссар, единичка тоже черный, типа, ему бы поверили несколько человек за столом точно. Да. Я хотел шестерку, шестерку у нас, наверное, надо было просто топить, а я хуйню сделал, и начал говорить, что надо было мне шестерку делать черным, раз, и типа, за мной бы согласился бы единичка, и пятерку бы подхватил. Паш, как дела, по? Ты понимаешь, Карпат, знаешь, что он думал? Он думал, что откатит комиссарство. Смотри, он думал, короче, сейчас комиссарство откатит, и ты ему в железо поверишь, завещаешь, или за бетон, что он подверг. Да, 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 это пизда было бы. Ну а что, скрывается? У нас на первом ходу, если два комиссара вскрылась, я посижу. Ну, дайте минутку. Меня не отстрелили бы. Я еще там похуево поговорил, так что меня точно не отстреливали. Блин, а что ты десятка, десятка вообще красная сидела? А мне Юра показал, один 10 раздавался. Я думаю, ну, бля, ебану пукичешь. Ну, бля, дед, дед, ты вообще такую хуйню сказал, типа, ты если комиссаром вскрываешься, восьмерка, если не комиссар, ты потом говоришь, что оказывается он фейковал. Так ты же комиссар, как ты говоришь, что он фейковал. Ты сразу должен был уверить, что он фейковал. Они так зафейковали, что они запутались здесь. Я поверил тройке, я поверил тройке, потому что вот у меня было выбора. Два комиссара есть, и я знаю точно, что комиссар не играет так, как играл восьмой номер. И третий, который был без позиции, без всего, он не дал ничего, ни с кем не играл, и так играет как раз комиссар. И я поэтому и выбрал его. В этом смысле. Я, кстати, еще момент, не понял, как оказалось, что 3-11 команда, а 4 точно красный.